Добрый день! У нас с вами на участках еще цветет венгерская сирень. Кое-где не от свели рододендроны, а в нашем садовом центре наступила пора гортензий. Вовсю цветет садовая и готовится зацвести метельчатая. Одно из удивительных и популярных растений, не теряющее свои востребованности – это представители рода гортензии. Гортензия входит в десятку наиболее популярных растений во всем мире. В нашем с вами климате неплохо себя чувствует несколько видов. Это древовидная, черешковая, пильчатая. С недавних пор садовая гортензия стала постоянной гостьей наших садов. Но истинной королевой сада можно считать метельчатой. О ней сегодня и пойдет речь. О достоинствах гортензии можно говорить до бесконечности. Это растение хорошо себя чувствует как на солнце, так и в полутине. Ей хватает порядка четырех часов солнечного света. Согласитесь, это большой плюс для цветущего декоративного кустарника. Она почти не повреждается вредителями и мало подвержена грибным заболеваниям. Зимние, тельчатые гортензии цветут на побегах текущего года. С нашей непредсказуемой зимой это является достаточно большим плюсом. Как бы растение не пострадало в зимний период, она все равно зацветет. Еще одним достоинством гортензии является долгий период цветения. Она все еще продолжает свести, когда большинство садовых кустарников уже отцвели. Очень интересна смена окраски соцветий. Сначала зеленый, белый и в конце розовый. Также радует возможность использования срезанных соцветий в зимних букетах. Кто-то сказал, нет другого цветка, смерть которого была бы столь прекрасной. Все эти многочисленные достоинства делают гортензию уникальным и незаменимым растением для нашего с вами сада. У меня есть два любимых сорта – Бобу и Фантом. Два сорта с одной стороны диаметрально разные, с другой одинаковые, словно родственники, как старший брат с младшим. Вот об этих сортах сегодня и пойдет речь. Бобо. Это бельгийский сорт, патент на него был выписан в мае 2010 года. Сорт был получен тем же селекционером, кому принадлежит авторство на пинкевинке, путем скрещивания Pink Diamond с неизвестным сортом метельчатой гортензии. О происхождении названия можно только гадать. Однако, мне кажется, что название было дано в честь нового явления в обществе – Бобо – богемная буржуазия. Так называют новое поколение людей, которые гармонично совместили себе два этих направления – роскошь буржуазии и креатив богемы. Результат – скрещивание хиппи и белых воротничков. Суть этого стиля – неординарность и уверенность в себе. Ломка всех сложившихся стереотипов. Посмотрите внимательно на взрослый курс гортензии Бобо. Уверенный в себе крепыш, твердо стоящий на ногах, при этом безмерно изящный. Этот карликовый сорт гортензии невозможно спутать ни с одним другим. Высота кустарника в нецветущем стоянии порядка 80 см, в цветущем – до метра двадцати. Флотные, широко пирамидальные соцветия в начале легкого зеленого цвета, затем белоснежные и в итоге розовые. На мой взгляд, этот куст совершенен. Если у него и есть недостатки, то я с ними еще не столкнулась. Сорт хорош в использовании как в композициях, в цветниках. Прекрасно смотрится с высокорослыми сортами гортензии метельчатой. Между прочим, подходит для контейнерного озеленения. Еще один уникальный сорт гортензии – это фантом. Один из высокорослых сортов. Некоторые экземпляры достигают до трех метров в высоту. Сорт по праву считается одним из самых красивых. Он рекордсмен не только по высоте, но и по длине соцветий. Более крупных соцветий, чем у фантома, не найти. А цвет? Белый цвет настолько яркий и чистый, что иногда хочется зажмуриться. Возможно, поэтому сорт и получил свое название. Он нереально красивый. Кажется, что просто такого не может быть. Еще одним достоинством фантома можно считать удивительный медовый аромат, который привлекает не только пчел, но и нас с вами. Несколько слов об агротехнике. Напомним, что гортензия – водохлеб. Ей рекомендованы влажной, рыхлой и богатым гумусом почвой. Из висковых почв гортензии не переносит. Ей по вкусу больше кислая среда. Итак, подведем небольшой итог. Гортензия растет как на солнце, так и в тени. Предпочитает кислую почву. Цветет на побегах текущего года. По-моему, это растение просто создано для нашей с вами Ленинградской области. Но чтобы полностью насладиться красотой растения, необходимо освоить элементарные азы и обрезки. Для нашего региона это очень большая проблема. Мы так радуемся наросшему каждому сантиметру, что взять в руки секатор иногда становится настоящей проблемой. Итак, резать или не резать – вот в чем вопрос. Конечно, резать. Бесспорно, метельчатая гортензия прекрасно может жить без стрижки. Но мы ведь ценим этот кустарник за красивое цветение. Если так, то секатор наш верный друг и помощник. Основная обрезка проводится весной, еще до распускания почек, но в момент их набухания. У нас это где-то конец апреля-начало мая. Эта культура всегда немного запаздывает. Но тем лучше, в саду работать уже достаточно комфортно. Важно помнить, что у гортензии очень сильно побегообразовательная способность. Она быстро загущается, а следовательно ухудшаются условия освещения. Обязательно выстригаем мелкие побеги и все веточки, смотрящие внутрь кроны. Таким образом, у нас остаются мощные побеги, смотрящие наружу. В более южных регионах метельчатую гортензию стригут достаточно низко, оставляя одну-три пары почки. В нашем климате, где лето заканчивается, не успев начаться, наверное, это не очень разумно. При такой низкой стрижке мы никогда не узнаем, что фантом, гристарь, кюсю – это мощные крупные кусты выше человеческого роста. Поэтому такую жесткую обрезку можно и не делать. На толстых мощных побегах можно оставлять большее количество почек. И это никак не скажется на качестве соцветия. От осенней обрезки, на мой взгляд, нужно воздержаться. Замечено, что сколько вы срежете осенью, примерно столько же вы срежете и весной. Поэтому осенью мы убираем только соцветия и то, только в том случае, если они очень тяжелые. Делается это для того, чтобы куст зимой не поломало. Но если речь идет о тордиве или грейдстар или кюсю, то можно оставить их и восхититься красивым зимним пейзажем. На этом почти все. Жители Питера и Ленинградской области мы приглашаем в наш садовый центр полюбоваться видовым и сортовым разнообразием гортензии. На наш взгляд, у нас подобралась неплохая коллекция. Те, кто смотрит нас в других регионах, мы также предлагаем окунуться в волшебный мир гортензии. Но пока с помощью, увы, видеоряда. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые сюжеты, и смотрите предыдущие. Поддержите нас лайком, если вам понравилось это видео. Пишите комментарии и обязательно расскажите о своем опыте гортензии. До новых встреч, удачи!